Всем привет! В сегодняшнем видео будет и русский футбол, и английский. Сначала поговорим про дерби и договорные матчи, а затем про Тоттенхэм и уход Харикейна. Ну что, друзья, Спартак не станет чемпионом. Давно хотела начать выпуск именно так. Лока лишил Спартак всех теоретических шансов на титул, обыграл по счету уверенно, по игре не очень, но ладно, будет еще время похвалить Николича, тем более я и так часто это делаю. Давайте лучше к Спартаку. Очень кратко, почему Спартак проиграл этот матч. Первое. Сценарий игры изначально сложился в пользу Лока. Спартак здорово смотрелся до пропущенного гола, создал несколько моментов, но позволил Локу спокойно разыграть через центр поля классную комбинацию и забить первым. Все, это идеально для локомотива Николича. Теперь можно залечь и контратаковать. Второе. Лока лучше реализовал свои моменты, хотя атаковал очень скромно. Удар Смолова со штрафного вообще можно было взять, если бы тренер вратарей лучше подготовили Максименко. Никита Васюхин в телеграм-канале Блокнот заметил, что, цитирую, с прямых углов с района полукруга Смолов обычно бьет во вратарский угол, а не перекидывает стенку. Максименко, судя по всему, был не готов к этому, потому что перед ударом сначала пошел читать через стенку, хотя у Смолова удары с таких точек чаще и лучше идут во вратарский угол. И даже после 2-0 Спартак смотрелся интереснее, но его давление не привело к какому-то большому количеству качественных ударов, кроме момента разве что Ларсена. Ну, против Лока низким блоком вообще в принципе что-либо создать достаточно сложно, тем более пара центр-дефов была Чорлока и Пабло, они для такой игры самое то. У них не выиграть вверх, низ они тоже перекрывают, в конце концов их страхует тройка полузащиты впереди. Что остается делать? Навешивать с флангов. 33 навеса за игру, один из которых топ-момент от Айртона для Соболева, но тот просто не успел. После удаления Айртона эффективность навесов пропала. Из-за удаления в принципе пришлось вносить изменения, и лично я не очень поняла, почему заменили Соболева, который охренительно важен для голов сегодняшнего Спартака, а не Маслова. Вместо него мог бы сыграть, например, Мозес. У Пабло Маслова адский месяц, привоз на привозе, сначала дважды в сборной, потом два матча подряд в Спартаке. Отныне я называю его не Павел, а Пабло, ведь он опаснее, чем Пабло Эскобар. Надо Спартаку что-то решать уже с Масловым, то Деск может его хоть усыновить в знак поддержки, но играть он от этого вряд ли станет лучше. Не обошлось и без судейского скандала, ну а как же иначе? Спартак готов просто накол посадить этих жуликов и воров со свистками, которые украли у Спартака два пенальти. На мой взгляд, нужно было давать один, в тот момент, когда после ликошета от своего Гиля потащил. Ну, что это, если не антиспартаковский заговор, я вообще не понимаю. Ребят, пишите в комменты, что вы думаете по поводу двух пеналей Спартака, нужно ли было давать хоть один из них, если да, то почему, если нет, то тоже, пожалуйста, аргумент. В следующем матче за карточку Спартака пропустят Айртон, Джикия и Соболев. И это шанс для Уфы, которая, как и Лока, будет обороняться низко. Создавать против уфимцев будет непросто, плюс в Уфе встряска, новый главный тренер Алексей Стукалов. В узких кругах считается относительно перспективным, молодой, интересуется анализом, ну и вообще заслуживает респект, хотя бы за то, что вывел Велес из ПФЛ в ФНЛ, и там тем же составом держался довольно высоко. В РПЛ, несмотря на совершенно плачевное состояние команды, тоже стартанул круто, в первом же матче обыграл Ахмат 3-0. По поводу этой игры и предыдущей, где Ахмат с Уфой встречались в кубке, есть мнение, что это договорняк. Подчеркиваю, есть мнение, я этого не заявляю, ибо не знаю. А вот что бывает еще реже в последние годы, это какие-то серьезные разговоры о договорняках в РПЛ. Ну, наша лига кое-как все-таки развивается, и договариваться как бы уже стало очень палевно, но тут вот сразу за тур два матча, которые под подозрением. Второй, разумеется, Сочи-Зенит, но если на самом деле рассматривать это все без контекста, просто как рядовой матч, то тут, на мой взгляд, не прикопаться. Я ловила каждый момент, за который можно зацепиться, но со спортивной точки зрения это было чисто. Сочи лишился Мевли и Адамову плюс, после Локомотива, конечно, выглядел подуставшим, но все же неплохо прессовал Зенит и пытался создавать моменты. Окей, они были не очень качественными, но эта проблема есть у Сочи большую часть сезона. И кубковая игра Лок, и тому в подтверждение. У Зенита, наоборот, все получилось. Он свежее, в оптимальном составе, реализация в порядке. Не буду навязывать свое мнение, тут точно каждый останется при своем, но, на мой взгляд, это не тот матч, где нужно искать составленные ниточки. Жизе Морини, гений, провел Дэна Леви прямо как мой старший брат меня в детстве, когда говорил, возьми с полки пирожок. За семь туров до конца Топенхэм отстает на шесть очков от зоны Лиги Чемпионов. Это вполне возможно отыграть, но есть ощущение, что Топенхэм не сможет. И такое ощущение сложилось еще до того момента, как Ман Юнайтед вынес Топенхэм. В сериальчике про Топенхэм в первой же серии, по-моему, Жизе говорит что-то вроде «Харри капитан, надо перетереть с ним по-мужски, и с остальными будет уже проще». Ну да, поначалу так и было. Жизе лучший по части личных бесед, он очень сильный психолог и мотиватор, но, к сожалению, кроме этого, сейчас он не может предложить что-то еще, что поспособствует прогрессу этой команды. А команда по составу фантастически крутая. И если раньше Морини мог за посиделками в кабинете пообещать трофеи, славы, вот это все, и игрок это получал, то теперь это разговоры впустую. Хотя многие футболисты ему все еще верят, поскольку уставший и потрепанный, но перед тобой великий и ужасный, титулованный Жизе Морини. Сейчас, когда перспективы относительно этого сезона и следующего Еврокубкового вроде как понятны, Кейн чувствует себя обманутым, ведь он со своей стороны делает все, а титулов нет. У Кейна очень глубокая привязанность к Почетине, когда он подписывал свой нынешний долгосрочный контракт в 2018 году, он, наверное, не думал рационально. И он тогда был уже в огне, и Тоттенхэм как раз выходил на пик, это ощущалось. Возможно, Харри и не видел будущего за пределами Тоттенхэма. Ну, а вдруг они вместе с Почем смогут построить тут империю, как это делали в свое время Ливерпуль, Юнайтед и прочие. А возможно, он и думал о том, что было бы неплохо потом попасть куда-нибудь, например, в Реал, но был уверен, что Реал заплатит, а Тоттенхэм отпустит. А Тоттенхэм, судя по всему, не отпустит. После короны рынок изменился, не все клубы готовы расставаться с большими деньгами, и, возможно, полтора года назад Захаре предложили бы больше, чем сейчас. А Тоттенхэм не готов идти на уступки, он сам потерял гигантские бабки. Не факт, что Кейна отпустят даже за 100, ведь для Тоттенхэма этот игрок намного дороже во всех смыслах. Леви лишь однажды продал большого, важного игрока, невыгодно, Эриксона, совсем недавно, когда у него всего несколько месяцев оставалось до истечения контракта. У Харри Кейна три года до конца контракта, и он ни за что не позволит себе поведение в стиле Эриксона, то есть забить на игру в знак протеста. Он слишком любит этот клуб, поэтому в этом плане Харри Кейн идеальный раб. Харри мог бы пойти к Почетино в ПСЖ и в оба Манчестера, для которых, естественно, будет существенная наценка. Из того, что обсуждается, я не очень верю разве что в Реал, потому что Карим Бензема просто отказывается стареть и проводит очередной мощнейший сезон. Харри и сам уже не мальчик, 28 лет, но это не проблема. Постепенно критический возраст в футболе на всех позициях чуть отодвигается. Плюс Кейн может эволюционировать и играть глубже. Вопрос в том, адаптируется ли он в новой команде, наверное, не стоит. Но для этого Леви должен дать ему вольную. Если достойную цену все же предложат, думаю, Кейн все-таки уйдет, потому что клуб после коронавируса в очень плохом финансовом состоянии. Деньги брать ему, по сути, неоткуда. Но вот продажи — это единственное, что можно сделать. А Кейн — это совершенно очевидно самая большая потенциальная продажа у клуба. И вне зависимости от того, уйдет Жизе или останется, тренеру летом понадобится усиление. Он будет просто стучать в двери директоров и говорить «Бабки мне на стол, мне нужны новые игроки, потому что нужно что-то делать с этим составом». Может быть, в Тоттенхэме уже сейчас думают о глобальной перестройке, и Чех за Кейном может покрыть существенную часть расходов на реконструкцию состава. Рано или поздно клуб должен к этому прийти, к тому, что пора отпустить прошлое, думать о будущем. В конце концов, циклы тоже не вечны. Все должны это понимать. Ну, нужно отпустить прошлое и отпустить, наконец, Кейна, потому что кажется, он достаточно несчастлив в своем нынешнем положении. Друзья, спасибо, что досмотрели видео до конца. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и самое главное, заходите в комменты, чтобы написать, что вы думаете об этом выпуске. С вами была Даша Исаева. Пока!